В США большинству граждан разрешено приобретать оружие, и у некоторых моих родственников дома есть огнестрел. Опыта профессионального владения оружием у меня нет. Так, держал в руках, да дурачился с друзьями на заднем дворе. Для меня это просто способ развлечься. Снимать стресс таким способом я бы не стал. Речь не о том, чтобы выпустить злость или какие-то эмоции. Хочется, вот как сегодня, просто хорошо и необычно провести время. Я смотрю на это как на спорт. Моя игра, моя игра, она мне принадлежит, я купил ее вчера. Моя игра, моя игра, тут выстрел на один, а прицел на два. Соня, ты стрелял раньше из винтовок? Нет, только пистолеты. Ну а сегодня у нас легендарное АК-47. А, козырное российское оружие АК-47. Итак, вот наше стрельбище. А вот оружие. Автомат Калашникова 1969 года выпуска. Оригинал завода. Итак, безопасность. Ты правша? Окей. Держишь вот так, правую сюда, и не клади палец на курок до тех пор, пока не будешь готов стрелять. Стрельба. Есть передняя и задняя часть мушки. Передняя тут. Задняя тут. Они должны быть на одном уровне. Если передняя часть стоит вот так, выстрел пойдет в десятку. Просто. Этим автоматом можно спокойно попасть в голову со 100 метров, пока дуло не нагреется. Можем начинать. Готов? Стой тут, бери автомат. Выбираешь любую мишень. Важнее всего при стрельбе. Нажимай вот этим местом, подушечкой пальца. Не вот этим местом, не вот этим, а вот этим посередине. Потренируемся. Снимай с предохранителя. Взведи. Целься. И кончиком пальца дави на курок. Очень хорошо. Легко. Теперь мне нужны пули. Загружаем магазин. Берем пули и надавливаем. Все. Погоди-ка, я не рассмотрел. Вот сюда. Заскальзываешь внутрь и все. Я Сонни Уинн, снайпер московского ЦСКА. И сегодня я испытаю удачу на стрельбище. А сколько пуль в магазине? Здесь 10. В настоящем 30. Давай, наводи на цель. Убери пока палец с курток. Снимай с предохранителя. Очень хорошо. Взводи. И огонь. Какую ты стрелял, мишень? Восьмую. Но только какая разница, по какой я стрелял. Все равно нифига не попал. Смехой только. Так, это все рикошеты. О, в восьмерку попал. Ого. Видел эту бандуру? Это СВД Драгунова. Снайперская винтовка. Из нее стрелять просто, в отличие от АК-47. А вот так можно? К сожалению, в российских тирах это запрещено. Все АК-47 приходят к нам с немного урезанным функционалом. Не торопись. Спускай курок медленно. Не дергай. Сквиз. Вот оно! Вот оно! О чем я и говорил. Такой баскетбол нам нужен. Смотри, как кучно легли. Уважуха, Сони. Неплохо, неплохо. Да ты только посмотри, какая кучность. Теперь мне дадут русский паспорт. И дадут служить в армии. Вау. Смотри, вот так вот калаши носят там, откуда я родом. В такой позе меня свои признают. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА АДРЕНАЛИН Сердце начинает биться, как сумасшедшее. Попробовав стрельбу из-за настоящего автомата, я понимаю, почему люди, которые ходят в тир регулярно, подсаживаются на это занятие. Тем не менее, я не сторонник оружия. Вреда от него больше, чем пользы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Конечно, я не хочу уходить с пустыми руками. Так что возьму с собой вот это. Буду хвастаться. Вообще-то я несколько сегодня таких расстрелял, но первую я вам лучше показывать не буду. Не тот глаз у меня был открыт. А вот это уже результат экспертной стрельбы. Уровень морских котиков. Так что, ребята, если кому-то нужен профессиональный совет или урок, приходите ко мне. Найти меня несложно. Я работаю в московском ЦСКА. Спасибо всем за внимание. При стрельбе из настоящего оружия испытываешь классное чувство. Но если вы не соблюдаете меры безопасности, если у вас нет необходимых средств защиты, браться за оружие – не самая классная идея. Берегите себя и пользуйтесь оружием с головой.